прошлого года. Выявлено пять новых случаев. Плановое прохождение лабытнанцами флюорографии позволяет держать эпидситуацию под контролем уже не первый год, отметил в своем выступлении замглавного врача лабытнанской больницы Евгений Зуйков. В этом году в кабинете флюорографии побывало почти 15 тысяч человек. При профосмотре было выявлено три случая туберкулеза. По активности и охвату населения Лабытнанги занимает почетное второе место среди городов округа. В чужских районах обследование флюорографически занимается диспансер. Снизились и показатели тех, кто привозит туберкулез в наш город, с других территорий России. Таких случаев в этом году три против шести. Еще один заболевший выявлен среди иностранных граждан. По словам медицинских работников, действенной мере в борьбе с этим заболеванием является вакцинация. В связи с этим особенную тревогу вызывает и тот факт, что уже 23 мамы отказались от прививки для своих новорожденных детей. Причины отказа утверждают врачи не объективны. Сейчас в детской поликлинике работает школа молодых мам. В ее программу обязательно будут включены лекции о необходимости противотуберкулезной вакцинации. Ведь в этом году был зарегистрирован один случай, когда палочку Коха выявили у подростка. У нас получается род с детской и подростковой заболеваемостью. В городе Лавыданге за контрольный период один подросток заболел. Кроме того, комиссия обсудила вопросы проведения флюорографического обследования детей и работников системы образования. По данным на 23 октября, мы, конечно, еще не достигли вот этого желаемого результата 97%, но тем не менее близкие к этому. Получается, что из взрослого населения, работающего в системе, 94% прошли флюорографическое обследование, а из детского населения, имеется в виду, из обучающихся от 15 лет, которые должны проходить флюорографическое обследование, 89% прошли. Остальные проходят сейчас в индивидуальном режиме. Надо сказать, что в прохождении обязательного флюорографического обследования, как педагогов, так и обучающих ауцидерам, остается третья школа. Как поясняет замначальника управления образования Людмила Муратова, причина тому учебный процесс. Видимо, недостаточен его контроль, потому что я так понимаю, что флюорографическое обследование можно, даже если человек находится на уроке, пройти и в субботнее время. По настоянию председателя противотуберкулезной комиссии Марины Тресковой, следующее заседание пройдет уже с участием руководителя всех учреждений сферы образования. Оно намечено на декабрь. А до этого времени в городе пройдет творческий конкурс. В нем могут принять участие дети и подростки, прислав свои рисунки, агитирующие взрослых пройти диспансеризацию и вообще взять за правило заботиться о своем здоровье. Работы принимаются до 15 ноября. Дарья Самородова, Эдуард Захаров. Время местное.